Вопрос дня в эфире Первого Приднестровского и Радио 1 мы вещаем и на волне 104.0. В студии Ольга Гаврилова и Виолетта Ганина. Здравствуйте! Поговорим сегодня о том, какие условия в коронавирусном госпитале, как лечат и как кормят, сейчас все расскажем. А потом поговорим об онлайн-образовании в республике, обо всем по порядку. Итак, как живут и лечатся пациенты коронавирусных госпиталей, сейчас все узнаем. С нами на связи Ирина Чикалтан, заместитель главного врача Республиканской клинической больницы. Ирина Владимировна, здравствуйте! Как самочувствие? Здравствуйте! Спасибо большое! Все хорошо! Ну и главный вопрос. Есть ли все необходимое для лечения больных с диагнозом коронавирус? Есть ли все лекарства, капельницы? Что еще там необходимо для этого? На сегодняшний день Минздрав закупил все необходимые медикаменты для лечения коронавирусных пациентов. Закупили специфические препараты, которые есть в полном объеме. Закупили сопутствующие препараты для лечения сопутствующей патологии. Поэтому, я еще раз говорю, на сегодняшний день мы обеспечены всем в полном объеме, включая капельницы, растворы и специфические препараты для лечения коронавируса. Питание в ковид-больницах, от него тоже зависит, насколько быстро пациент пойдет на поправку. Мы слышали, оно пятиразовое. Вкусно кормят у вас? Я не пробовала питание, которое кормят пациентов, но из того, что я видела, у нас действительно пятиразовое питание. У нас каждый день пациентам приносят питьевую воду до 5 литров. У нас каждый день идет пятиразовое питание, где пациенты получают в полном объеме белки, жиры, углеводы. Они получают в достаточном количестве овощей, фрукты, соки, йогурты, которые необходимы для восполнения ввиду такого тяжелого заболевания. Очень часто родственники наших пациентов, они находятся на карантине в тот момент, когда их родственник проходит лечение. Поэтому прийти к нему или принести какие-то вкусности или какие-то особенности, которые предпочитает пациент, они не могут. Поэтому мы обязаны обеспечить всем и стараемся обеспечить всем необходимым наших пациентам. А вы стали бы сами есть то, чем кормят пациентов? Например, тушеную морковочку. Попробовали бы? Наши пациенты получают не только тушеную морковку, они получают все сбалансированно. То есть они получают и достаточное количество белков. То есть они каждый день имеют мясные продукты или рыбные продукты. Салаты и череду сотрудники пищеблока стараются и свежие салаты, и консервированные салаты предоставить. Наши пациенты имеют йогурты, имеют творог на завтрак, каши на завтрак. Поэтому, в принципе, питание, я считаю, очень сбалансированное, очень хорошее. Как раз оно общеукрепляющее. В таком большом количестве, если есть здоровому человеку, я думаю, что после окончания нашего ЧП мы просто будем заниматься уже снижением массы тела. Чтобы сесть на диету. Расскажите про уровни госпиталя. Их несколько. Для тех, у кого подозрения на коронавирус, у тех, у кого уже он подтвердился, и тех, кто идут на поправку. Вот расскажите, как это работает. Мы раскрыли у нас на территории большой госпиталь, который включает в себя три уровня. Первый уровень – это диагностический уровень, куда привозят всех температурящих пациентов. Этих всех пациентов осматривает инфекционист, и он определяет, то есть где должен находиться пациент. Под первым уровнем у нас переоборудовано инфекционное отделение, полностью отдано на 30 коек. У нас отдано под первый уровень лороотделение, глазное отделение, где работают врачи не инфекционисты, а хирурги, но выполняют роль врача-инфекциониста. Они осматривают пациентов, проводят им забор на ковид, и происходит лечение на 2-3 суток, то есть пока будет известен диагноз. Дальше, если пациент у нас оказался положительный, мы его переводим на второй уровень. Второй уровень у нас рассчитан тоже на территории, на 200 коек, хирургический корпус. Это новый корпус, там очень хорошие комфортные условия для пациентов. Мы переводим их туда для дальнейшего лечения. И следующий уровень – это третий. Он называется условно чистый, то есть туда переводят пациентов, у которых ковид отрицательный. Если по легким и сердцем чисто, и все абсолютно нормально, то есть он не нуждается в дополнительных каких-то мероприятиях, диагностических телеток, мы этого пациента выписываем, но обязательно этот пациент пишет заявление на карантин на 14 дней. Есть ли все средства защиты для медиков? Ведь они рискуют каждый день, эти люди в зоне риска, на передовой, так сказать. На сегодняшний день у нас, что касается госпиталя инфекционного первого уровня, то есть диагностического, они оснащены противочумными костюмами, они оснащены зелеными спецхалатами, условно защитной функцией, которые обладают. Что касается коллег второго уровня, то есть все медработники второго уровня, включая младший и средний, и врачебный состав, они туда заходят только в противочумных костюмах, обеспеченность у них 100%, то есть на каждого человека выдаётся три комплекта этих противочумных костюмов, потому что они могут несколько раз заходить и выходить из зоны. Человеку очень сложно находиться 24 часа в этом противочумном костюме, то есть у нас работает вактовый метод, он заходит, через 4 часа выходит, другой коллега заходит, то есть мы стараемся следить не только за здоровьем пациентов, но и за здоровьем наших сотрудников. Плюс также на второй уровень к нам приходят консультанты какие-то, мы должны обеспечить им тоже хирургические противочумные костюмы, они тоже у нас в наличии есть. Что касается третьего уровня инфекционного госпиталя, приёмное отделение, рентген, лабораторная служба, они являются условно загрязнённой, условно чистой зоной, они обеспечены все в полном объёме не противочумными костюмами, а зелёными халатами, то есть комплекты халат и шапочка, перчатки, респираторы. То есть коллеги целые сутки находятся в полном омудировании. Мы знаем, что у вас в коронавирусном госпитале есть пациентка, у которой были все симптомы острого аппендицита. Вот расскажите, есть ли все условия для того, чтобы прооперировать таких пациентов, у которых и коронавирус, и вдруг ещё вот такой острый аппендицит. И ещё такой момент под вопрос, как бы многие врачи, зная, что пациенту плохо, острый аппендицит, надо срочно оперировать, пренебрегают мерами безопасности, не надевают противочумный костюм, бегут спасать пациента, это главное. Вот может ли быть такая ситуация, или сейчас всё очень строго? Мы в ковидном госпитале постарались собрать коллег всех профильных специальностей. То есть у нас там есть терапевты, у нас там есть фульмонологи, есть кардиолог, есть невробатолог, есть уролог, есть хирург, есть нейрохирург. В случае необходимости все специалисты ковидного госпиталя могут помогать друг другу, то есть оказывать консультативные осмотры. Да, действительно, на вчерашний день у нас есть молодая девушка, 17 лет, которая при осмотре её лечащим врачом была выявлена клиника, ну, острого живота под вопросом. Для того, чтобы исключить или подтвердить аппендицит, на консультацию был вызван ответственный хирург, она была осмотрена ответственным хирургом, ответственному хирургу была передана вся абсолютно одежда, то есть специализированная противочумная, он зашёл в зону, осмотрел пациентку, назначена спазмолитическая терапия, больной проведено УЗИ, на момент осмотра и на сегодняшний день данных за острый аппендицит нет, больная чувствует себя хорошо, с положительной динамикой, то есть необходимости в проведении оперативного лечения на данный момент нет. Но у нас в хирургическом корпусе, нам повезло, на третьем этаже расположена большая операционная, и там у нас работают несколько хирургов, то есть при необходимости в этой операционной мы можем провести все необходимые мероприятия для COVID-положительных пациентов. Бывает у нас ситуация, когда пациент с ургентной хирургической патологией, с температурой поступает к нам в приёмное отделение, он нуждается в ургентном проведении хирургической операции. Они тестируются, все абсолютно поступающие пациенты на ИФА, то есть на COVID-19. При положительном ИФА все коллеги оказывают ургентную помощь, но одеваются как с условно-ковидными пациентами, то есть без подтверждённого ПЦР они ведут его как ковидного, то есть вся бригада операционная одевает противочумный костюм, хирурги, анестезиологи, вся сопутствующая медперсонала одевают противочумный костюм. После оперативного вмешательства, у нас такой пациент вчера был, больной переведён в отдельную палату, переходом в эту палату, то есть тоже проходит обработку всех коллегий, которые, то есть мы его ведём как условно-ковидного. Сегодня у нас в обед будет информация по ПЦРу, если этот пациент будет ПЦР положительный, то есть ковидный, мы его переведём к хирургам в ковидный госпиталь. Ирина Владимировна, расскажите ещё о своих пациентах, как в целом обстоят дела, идут на поправку, мы волнуемся, не называем имён, фамилии, мы понимаем, что это врачебная тайна. На сегодняшний день наши пациенты изначально начали получать всю необходимую терапию, то есть всю спецтерапию для лечения ковидной инфекции, поэтому я считаю, что мы, в принципе, добились неплохих результатов. Если на 25 число у нас было 190 человек, на сегодняшний день у нас проходит лечение 71 человек, все остальные пациенты у нас выписаны с выздоровлением. Поэтому я считаю, что наши коллеги отработали очень хорошо, у нас хорошие результаты, пациенты проходят лечение, в принципе, относительно удовлетворительно. Единственное, что у нас есть летальность, но это сопутствующая тяжёлая патология, все остальные пациенты, без сопутствующей тяжёлой патологии, выходят с выздоровлением, чувствуют себя, в принципе, удовлетворительно. Каких-то эксцессов или каких-то это у нас с пациентами не было. Вот так плавно мы подошли к вопросу дня, а звучит он сегодня так. Ирина Владимировна, когда ваш коронавирусный госпиталь опустеет и всех пациентов выпишут? Ваши прогнозы на ответ 30 секунд. Ну, мы очень надеемся, что к концу месяца, а мы всё-таки, мои коллеги, уйдут на свободный карантинный отпуск на 14 дней. Поэтому хотелось бы всем абсолютно гражданам сказать, соблюдайте дистанцию, одевайте перчатки, одевайте маски, берегите себя, берегите моих сотрудников, потому что, к сожалению, сотрудники тоже устают в таком интенсивном графике работать и хорошо работать. Поэтому мы думаем, что к концу мая всё будет хорошо. Спасибо вам большое, будьте здоровы, до свидания. Огромное спасибо, до свидания. Мы уходим на короткий блок социальной рекламы. Не переключайтесь, это будет полезная информация. Выходя из дома, не забудьте маску. В общественных местах опасно. Продуктовые магазины, аптеки и такси, банки и поликлиники. Там теперь только в маске. Соблюдайте дистанцию в зоне риска к каждой. В республике чрезвычайное положение. В общественных местах надевайте маску, сохраняйте дистанцию минимум в один метр. Ежедневно обрабатывайте мобильный телефон дезинфицирующим средством или антибактериальными салфетками. Чаще мойте руки, делайте влажную уборку, проветривайте помещение. С нами на связи министр просвещения Алла Николюк. Алла Николаевна, здравствуйте. Добрый день. В этом году последний звонок будет онлайн. Впервые за всю историю работы школ. Как это будет? Уже продумали, решили? Расскажите, нам очень интересно. Ну, пока эта идея существует как предложение, поэтому здесь будет многое зависеть от школ. Если решат в таком формате проводить, то это можно будет сделать. И сказать добрые слова друг другу и учителям. Итак, год завершается. Спасибо, что экзаменов нет. Оценки годовые четвертные ученикам выставят по текущим. Но это не значит, что не было контрольных, тестов или домашних заданий. Все было. И изначально онлайн-обучение вызывало очень много вопросов. И это была очень тревожная тема и для педагогов, и для родителей. Но постепенно в этот процесс втянулись все. И напряжение постепенно ушло. Очень хочется сказать вам большое спасибо, что услышали родители. Мы всегда чувствовали, что есть обратная связь. Алла Николаевна, можно ли уже первые итоги подвести? Справились ли с онлайн-обучением? Я думаю, что можно сказать, что и ученики, и родители, и учителя справились. Хоть нам и пришлось переходить на такой способ обучения в экстренном режиме. Но тем не менее, постепенно ученики, и родители, и учителя привыкли к этому способу общения. И получено достаточно оценок, которые подтверждают знания учеников. И это дает возможность выставить четвертные оценки и годовые завершить год. В этом году школьники не сдают ни переводные, ни выпускные экзамены. Насчет выпускников решение было принято не сразу. И все-таки в итоге именно такой выбор сделали. Отменили экзамены. Ведь, по сути, любой учитель и так видит, на что способен ученик. И экзамен — это стресс. И любой психолог скажет, что в состоянии стресса объективно оценить знания учащихся невозможно. Алла Николаевна, а можно в будущем вообще отказаться от экзаменов? Или вот это решение такое принято только на время пандемии? Ну, я думаю, пока это решение единственное, которое может на данный момент существовать. В будущем есть возможность дистанционно, но для определенных случаев. Я думаю, что останутся традиционные экзамены, когда идет общение живое. Как вы правильно сказали, учитель знает хорошо своего ученика. И здесь человеческий фактор никто не отменял. И он сыграет, наоборот, положительную роль, я думаю. В целом, онлайн-обучение — это тоже стресс. Причем стресс как для родителей, так и для педагогов. Мне кажется, наши дети намного проще отнеслись к онлайн-обучению. Они втянулись быстрее. Были и конфликтные ситуации. Вот как удавалось такие конфликтные ситуации разрулить? Удавалось их разрулить, Алла Николаевна? Конечно. Всякие конфликтные ситуации случаются не просто так. Где-то непонимание, где-то, может быть, излишние требования. Особенно по количеству заданий, что наблюдалось нами. Звонки поступали на горячую линию в первую неделю-полторы обучения. Затем поняли друг друга и учителя, и родители, и учащиеся. И я думаю, что индивидуально каждый учитель смог какие-то конфликты погасить. Сейчас нам главное, чтобы дети были здоровы и получили документы каждый за свой год обучения. И, соответственно, решать эти конфликты можно было просто добрым словом. Или, допустим, вникая в проблему каждого ученика. Это трудно. На это уходит время. Но, тем не менее, учителя, большинство из них это делали. Ну, а я могу просто привести пример, что у нас, допустим, были такие ситуации, когда учитель-предметник не только выполнял свои функции, как учитель-предметник и учил детей, но и был психологом, когда у ребенка что-то зависло, не получилось, он испугался, у него паника. Но учитель тут же перезванивает лично ребенку, с ним говорит, его успокаивает. Это потрясающие вещи. Очень хочется, ну, просто низкий поклон таким педагогам. Причем, как правило, это достаточно опытные взрослые педагоги, которые, казалось бы, не могут справиться с онлайн-обучением, но блестяще просто с ним справлялись. И просто хочется от души их поблагодарить за такой подход. И они действительно знают своих детей, даже онлайн их чувствуют. Ну, а те, которые нагнетали ситуацию и обостряли конфликты, ну, оставим их на их совести, не будем сегодня о них говорить. Поступление в ВУЗы. В этом году пройдет конкурс аттестатов. Расскажите, как это будет? Очень надеемся и способствуем всячески этому, чтобы документы его в образовании дети получили вовремя. Были вопросы, обращения, они будут ли смещены сроки. Нет. Мы планируем, тем более, раз экзамены не проходят в обычном режиме, что документы будут получены. Затем было принято решение о том, что заявление на поступление подают в режиме онлайн, соответственно, с копиями документов. Затем ВУЗы или средние профессиональные организации образования действительно проводят в основном конкурс аттестатов. Для средних профессиональных организаций образования это типичная ситуация. Там и так в обычном режиме проходит таким образом отбор детей. И те, которые прошли по количеству оценок в аттестатах, приступают к занятиям в высших учебных заведениях. Но здесь нельзя сказать, что только конкурс аттестатов. Это зачисление и в том числе льготников, зачисление медалистов, которые идут в ней конкурса. А затем уже, если не очень востребованные специальности, там действительно будет конкурс аттестатов. А если есть конкурс, то там уже будет комиссия принимать решение в конце июля или в августе уже провести такое или тестирование или какой-то другой способ отбора для учащихся. Там, где есть конкурс. Выпускники ВУЗов, им тоже в этом году не предстоит сдавать государственные экзамены. Президент рекомендовал им выставить оценки по итогам текущих результатов. Но это пока предложение. Что говорят сами специалисты, которые выпускают студентов? Что говорят в Министерстве просвещения по этому поводу? Есть какие-то мнения? Госэкзамены в университете будут? Я хочу начать с промежуточной аттестации. Долго совещались мы по этому поводу, разговаривали с руководителями. Пришли к выводу о том, что промежуточную аттестацию с курса на курс, переводные экзамены как таковых, их не будет, а это будет в форме выставления оценок, которые наработаны за год, за семестр. С этим согласились. Такой подход должен быть единообразным и способствовать тому, чтобы как можно быстрее и спокойнее для студентов провести эту форму работы. А что касается итоговой аттестации для выпускников ВУЗов, здесь ситуация такая, итоговая аттестация может проходить в двух видах. Это сдача экзамена государственного и это защита работы ВКР, так называемая. И, соответственно, экзамены будут тоже не проводиться в режиме экзамена, а будут засчитаны итоговые оценки и выставлены в диплом. А вот защита выпускной и квалификационной работы ВКР будет осуществляться в режиме онлайн. Такое решение принято и в России, такое решение приняли и мы. Онлайн у нас учились не только школьники, но и студенты. И да, много плюсов открыли для себя в онлайн-обучении, но и сложностей немало. Хотя это, казалось бы, взрослые люди, их не надо усаживать за парты. И поговаривают сейчас, что студенты-заочники вообще будут всегда теперь учиться на дистанционном обучении. Ладно, когда речь идет о теории, все понятно, но а как быть с практическими, лабораторными? Вот простой пример. Лабораторная, урок пара по анатомии. Изучаем центральную нервную систему, проводим опыты на лягушках, известные. Как это будет проходить на дистанционном обучении? Как это будет оцениваться, Алла Николаевна, и насколько продуктивно это будет? Ну, я думаю, нельзя так радикально говорить, что только обучение в онлайн-режиме. Для онлайн-режима подходят теоретические занятия, те, которые не требуют действительно делания, как говорится, что-то руками. И поэтому, естественно, программа будет построена таким образом, чтобы большую часть проводить в дистанционном режиме. И когда нужна практика, это уже практика. То есть студенты будут все равно с преподавателями встречаться? Я думаю, на каких-то определенных этапах, да. Подать документы на поступление в первый класс, имеется в виду сейчас гимназические классы, подать документы на поступление в детский сайт, сейчас все можно онлайн. Расскажите, пожалуйста, как это работает? Ну, в настоящий момент, пока нарабатываются эти документы, мы разрабатываем рекомендации, так сказать, памятку, которая будет размещена на сайтах Управления народного образования, на нашем сайте Министерства просвещения, чтобы родители понимали алгоритм своих действий, куда нужно направлять информацию и как это будет подготовлено в ближайшие дни. Родители будут с этим ознакомлены. То же самое идет наработка вопросов, которые касаются поступления в первый класс или, допустим, в десятый, и даже перевод ребенка из школы в школу. Это тоже разрабатываем сейчас такие документы, чтобы было понятно всем, куда подать документы, как и в какие сроки. Ничего существенно в приемной компании не поменялось, хочу сразу всех успокоить. Просто немножко детально, более детально распишем, куда подать заявление и как. В принципе, как и раньше, электронная почта была в школе, и лично можно принести заявление о приеме. Поэтому, я думаю, здесь не должно быть какого-то ажиотажа. Для простоты и удобства разработаем алгоритм, доведем его до свидетелья всех родителей. У нас остался вопрос дня, и сегодня он звучит так. Первого сентября учиться будем в школах и вузах, как обычно. На ответ 30 секунд. Я очень надеюсь, что мы выйдем в обычном режиме на работу и сможем наших учеников увидеть здоровыми, отдохнувшими за лето, и в привычном нам режиме будем работать и учиться. Ну и мы на это надеемся. Уже никогда так не скучали по учителям и по школе, как в этом году. Спасибо вам большое за ответ. До свидания. Это был вопрос дня. Мы подвели предварительные итоги онлайн-обучения, рассказали, как в этом году будет проходить вступительная кампания и поделились информацией о буднях коронавирусного госпиталя. Ну а мы с вами прощаемся. Не забывайте просматривать наши новости в паблик-чатах, вайбере, телеграмме, инстаграмме. Есть интересная информация. Будьте здоровы, берегите себя. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok